Берем треугольник, делим его в сторону на три равные части, вот так вот. И здесь, соответственно, вот так вот. Видно, что возникает шестиугольник. Видно, что возникает шестиугольник. Вопрос. Какую часть площади большого треугольника занимает этот самый шестиугольник? Там можно воспользоваться теоремой четырех точек. Ага. Теорема четырех точек это то, что называется замечание взрослых треугольников. Середина оснований, точка пересечения боковых, продолжения боковых сторон и пересечения диагоналей лежат на одной прямой. Отлично. Какое это имеет отношение к нашей задаче? Самое прямое. Если вы посмотрите на вот этот вот треугольник, то вы обнаружите, что у вас есть вот такая трапеция. У этой трапеции есть точка пересечения диагоналей, середина вот этого основания и середина нижнего. Значит, вот эта, эта и эта точка лежат на одной прямой. Точно так же. Если вы посмотрите на такую трапецию, то вы обнаруживаете, что эта точка, эта и та лежат на другую. Господа, давайте я ее пунктирую, так, я вам не конкретно, поэтому у меня не очень точно получается, но, ну, так, вот здесь вот, это все нахочено, ну, это нахочено, да? Так, отлично, отлично. Эти точки лежат на одной прямой. Так, все догадались, что точно таким образом что это будет на одной прямой? Так, ну, здесь я как-то совсем не туда забрал. Надо, надо немножко здесь вот так сделать. Это я, потому что здесь не расчитал. Да, вот так и будет. Хорошо, и вот это вот. Все, вот это вот одна прямая. Теперь, господа, что такое пунктирные линии? Пунктирные линии это? Медиа. Это медиа. Совершенно верно. Пунктирные линии это медиа. Надеюсь, все помнят. Медиа делят треугольник на части равной площади. Поэтому это все по одной шестой. Значит, если я сейчас сумею объяснить, что вот эта площадка составляет какую-то там часть вот от этого треугольника, битерина, заштрихованная вот эта вот площадь, это одна десятая от вот этой. Вот. Поэтому ответ к нашей задаче это одна десятая. Теперь вопрос. Как, собственно говоря, это доказывать? Ответы. Чтобы доказать, что это одна десятая, реально нужно узнать, вот давайте я отберу, вот это точка А, вот эта вот точка будет Б, это С, вот это вот будет Д, а это будет Е. Надо узнать следующее отношение. Надо узнать, что такое АС разделить на ВС, и надо узнать, что такое СЕ, деленное на СТ. Так, ребята, опять у нас все-таки молодые, поэтому давайте я вам скажу ответ, и, что называется, вы потом поймете, ну, будете проверять, почему это так? Ответы такие. АС оказывается в 4 раза больше, чем ВС. СЕ в 2,5 раза больше. Если вы перемножите, то обнаруживаете такую штуку. АС умножить на СЕ относится к ВС умноженному на СД как 1 в 10. Ну, а, кстати, это, собственно, и есть, да? Потому что, как, площадь треугольника это произведение клинициторон на синус угла в полу. Или, в этой точке, произведение клинициторон на синус угла в полу. Ну, и синус один и тот же. Значит, чтобы найти отношение площадей, реально нужно взять отношение тех самых отрезков, то есть, и получится 1 в 10. Отлично. Спасибо. Значит, что, что? 10 к 1. Ну, 10 к 1, да. Ну, если я ошибся, спасибо. Конечно, 10 к 1. Конечно, 4 влажда 5 вторых, это 10, да. Спасибо. Вот. Теперь, для того, чтобы дорешать задачу, на самом деле, нужно разобраться с отношением, ну, давайте для начала, АС к ВС. На самом деле, здесь все легко, при одном условии, если я сумею перерисовать эту картинку, убрав лишние отрезки. Значит, во-первых, вот эта вот правая половина картинки, если честно, мне вообще неинтересна. Единственное, все понимают, что точка С, это точка пересечения медиан-треугольника. Правильно? Поэтому, я стираю уже, навсегда стираю, правую часть, не забыв при этом отметить, что вот этот вот отрезок, это у меня некоторая величина Х, а вот эта величина, некоторая 2Х. Ну, они отличаются в два раза. Так, замечательно. Дальше. Временно про точку Д, я, господа, вообще-то, наверное, могу забыть. Меня интересует, на самом деле, вот эта вот линия. Вот эта вот линия меня интересует, поэтому я перерисовываю картинку уже без точки Д, а просто так. Значит, есть вот эта вот замечательная, да? Здесь какая-то точка Ф, есть точка А, есть точка Ф. Отлично. Теперь, что такое точка С? Как я уже говорил, здесь 2Х, здесь какая-то величина Х, здесь точка С, здесь точка Е. Отлично. Теперь здесь у нас что? Господа, как вы помните, вот это была середина отрезка, а это была третья часть. Значит, на самом деле, здесь у нас треть, а здесь половина минус треть. Ну, вообще, половина минус треть, это одна шестая. Значит, здесь получается то же самое. Здесь получается какая-то величина 2У, а здесь получается какая-то величина У, а здесь какая-то точка. Ну, давайте же посмотрим. Замечательно. Вот. Итак, есть вот такая линия FG и есть вот такая вот линия AC. Отлично. И точка B. Господа, согласитесь, что это уже понятная картинка. Мне нужно найти, в сколько раз отрезок вот этот вот, больше вот этого отрезка. Это можно делать по-разному. Можно рассматривать проекцию, то есть взять и вдоль прямой BF все спроецировать напрямую AC. Еще, если честно, приятнее просто грузики повесить. Смотрите, вот сюда вот я вешаю грузик 2 килограмма, сюда вешаю грузик 1 килограмм и сюда вешаю грузик 1 килограмм. Что у меня тогда будет? У меня возникли 3 материальные точки. 1 килограмм, 1 килограмм, 2 килограмма. Где у них центр тяжести? Очень просто. 1х2 это 2х1, поэтому у этих двух точек центр тяжести вот здесь. Замечательно. И значит, он лежит на этой матрике. 2х1 это 2х1, поэтому центр тяжести этих двух точек в этой точке лежит на этой матрике. Значит, B это центр тяжести. Как его искать? Ну просто. Вот эти массы 3, вот эти массы зачеркиваем, и сюда ставим массу 3 килограмма. И значит, здесь масса 1, здесь масса 3. То есть произведение вот этого на тройку должно равняться произведению этого на единицу. Ну да, значит, это отношение 1 к 3. То есть этот отрезочек это 1 четверть от всего. Ура! Я только что доказал, что этот отрезок это четвертая часть от отрезка АС. Теперь мы уже этим можем пользоваться. И теперь для завершения задачи осталось доказать про 2,5. Ну, если честно, опять, все, что нужно, это просто аккуратно перерисовать картину. Давайте еще раз перерисовываю. Значит, итак, здесь у меня 2y, здесь y, здесь точка G, здесь точка A, здесь точка E, все замечательно. Здесь у меня какой-то там отрезок X, здесь отрезок 2x, отлично. Провожу вот так, провожу вот так, так. Что надо сделать, чтобы получить точку D? Надо разделить вот этот вот отрезок на три равные части. Замечательно. Значит, здесь у меня какая-то кусок Z, здесь Z, здесь Z, отлично. И, взяв вот эту вот треть через эту точку, которая называется B, а вот эту точку называется C, ну, я не знаю, как ее, H, провести вот так. Замечательно. Помните, что вот этот отрезок у меня является третьей частью вот этого. Каким образом быстро понять, как соотносятся эти отрезки? Это можно делать по-разному. Один из способов, самый такой простецкий, состоит в следующем. Вот у меня есть здесь 3T, я могу взять и провести отрезки, тогда все вот эти, слушай, можно здесь 3Z? 3Z, 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 тогда все вот эти отрезочки будут каждый по-разному. Замечательно. Дальше я говорю, что когда параллельно провожу, значит, здесь T, здесь T, значит, здесь будет тоже Z. Дальше здесь еще раз будет Z, еще раз будет Z. Так, а сколько уж здесь еще дальше будет, интересно? Z, Z, Z. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь вот, ура. Вот это 5Z, а здесь было 2X. Значит, 5Z соответствует 2X. Так, я раз его. Значит, X будет соответствовать сколько? 2X – это 5Z. Значит, 1X – это 2,5. Значит, когда я здесь проведу, то здесь будет… Здесь попадет 7 дембром. Здесь будет 2,5. А тут 1. Значит, C, E – это 2,5, а D – 2 отрезка. И это надо точно. Отлично.